Зачем и почему была создана Государственная комиссия по делам религий? С момента обретения независимости ситуация в религиозной сфере Кыргызстана изменилась довольно сильно. Вместе с открытием границ также увеличилось количество религиозных организаций, в том числе запрещенных в западных странах, как экстремистские и террористические. В период независимости была эйфория не только у нашего президента, у многих государственных деятелей постсоветского пространства. Была иллюзия, что идеологическая борьба закончилась, холодная война закончилась, будет благоденствий во всем мире, никаких противоречий не будет. В 1906 году, то есть не сразу в первые годы, как мы видим, видимо ситуация все больше и больше обострялась и государство было вынуждено обратить внимание на религиозную сферу и было принято решение о создании уполномоченного органа. Указом президента Кыргызской республики от 4 марта 1996 года была создана Государственная комиссия при правительстве Кыргызской республики. Основными идеями работы Госкомиссии стали конституционное положение о светскости страны, а также право любого гражданина на свободу вероисповедования. Эти же идеи являются актуальными и по сей день. Впоследствии в 2011 году орган был передан в ведение президента Кыргызской республики, что придало ему больший вес. Основными задачами Госкомиссии являются разработка и реализация государственной политики в религиозной сфере, обеспечение прав граждан на свободу совести и вероисповедания, координация отношений государства с религиозными организациями в соответствии с положениями Конституции Кыргызской республики, проведение религиовеческой экспертизы в соответствии с законодательством Кыргызской республики, учетная регистрация религиозных организаций. Реформирование государственной политики в религиозной сфере и создание концепции. В 2013 году было принято решение о пересмотре политики в религиозной сфере, И уже на состоявшемся в феврале 2014 года Совете обороны было принято решение о создании новой концепции государственной политики на период до 2020 года. Рабочая группа Совета обороны, занимавшаяся разработкой концепции, состояла из независимых экспертов, политологов, а также представителей Госкомиссии, аппарата президента, Духовного управления мусульман Кыргызстана, Русской Православной Церкви и Церкви евангельских христиан-баптистов. Непосредственно мы говорим о регулировании религиозной сферы, поэтому здесь нужно было прийти к консенсусу, прийти именно к совместному обсуждению вопросов, как лучше и эффективнее регулируют данную сферу. Несмотря на общее понимание термина «светского государства», в котором религия отделена от него, участникам группы удалось разработать документ, в котором религия и государство смогут взаимодействовать друг с другом не вопреки, а с целью сохранения статуса Кыргызской республики как гражданского и правового государства, ввиду потенциальных угроз стране со стороны радикалистки и экстремистки настроенных течений путем сотрудничества в социальной сфере. Думаю, главное, что мы должны видеть в этой концепции, что это система, которая позволит в определенной степени создать возможности для взаимодействия государства и религиозной сферы. Она рассматривает светскость не в жесткой форме. Концепция была принята указом президента Кыргызской республики от 14 ноября 2014 года. Цель государственной политики в религиозной сфере – создание оптимальной модели государственно-конфессионального сотрудничества, основанного на светском характере государства через эффективное государственное регулирование деятельности религиозных и общественных институтов по обеспечению безопасности граждан и государства, укреплению межконфессионального согласия и веротерпимости, противодействию религиозному радикализму и экстремизму на основе принципов прав человека и свободы вероисповедания. Взаимодействие с религиозными организациями Одной из важных задач Госкомиссии является взаимодействие и сотрудничество с религиозными организациями. Помимо регистрации учета, Госкомиссия тесно сотрудничает с религиозными организациями в социальном плане, предоставляя помощь в таких вопросах, как, например, оповещение населения о радикальных и экстремистских течениях в стране или рекомендации по укреплению поликонфессионального единства в государстве. Сегодня актуальным является умение имамов на доступном языке разъяснять прихожанам во время пятничных хутб опасность идеологии деструктивных организаций с приведением аргументов из традиционного для нас ислама ханафитского масхаба, вероубеждения Матуриди. В частности, в сотрудничестве с Госкомиссией была введена электронная жеребьевка мусульман-поломников, отправляющихся в хадж, что позволило устранить крупную коррупционную схему из этой скандальной темы. Помимо этого, одним из достижений являлась переаттестация имамов мечетей для повышения уровня их религиозного образования. Обучив 2337 имамов на 12-дневных курсах по 17 предметам в течение года, тем самым повысив уровень религиозной грамотности, толерантности, разъяснив особенности ханафитского масхаба, мы дали знания для противодействия терроризму и экстремизму, которые пуще всего тревожат нас в настоящее время. Также с помощью Госкомиссии был организован межконфессиональный совет, основными целями которого являются улучшение диалога между конфессиями и поднятие уровней их взаимодействия с населением страны. Религиозные лидеры могут спокойно призвать, конечно же, к миру, согласию и в каких-то определенных неспокойных времена и призвать, например, общество к запрету, например, абортов, к каким-то моральным нравственным устоям. Религиозное и религиовеческое образование Реформирование религиозного и религиовеческого образования явилось не менее важным направлением работы Госкомиссии по делам религии. Мы провели анализ, кто попадает в экстремистские сети. Есть много причин. Но основная причина – это малообразованность, незнание основы ислама. Начиная с 1 сентября 2016 года в 10 школах страны внедрен пилотный предмет «История религиозной культуры», после апробации которого, начиная со следующего года, планируется введение данного предмета во всех школах страны. Предмет будут преподавать учителя истории, прошедший курс повышения квалификации в сфере религиоведения. Люди должны получать религиовеческое образование. Почему? Потому что мы видим, насколько на сегодняшний день влияние различных сет, различных направлений религии, она влияет настолько серьезно, что молодые люди, быстро не зная саму суть религиозной культуры, их традиции, их каноны, они быстро подвергаются по каким-то влияниям различных течений. В целях повышения религиоведческой и религиозной грамотности созданный теологический колледж, институт по подготовке и переподготовке руководящих кадров Духовного управления мусульман Кыргызстана при одном из государственных университетов, в котором помимо религиозных предметов преподаются и светские научные знания. Вы знаете, что на сегодняшний день требуется, чтобы для того, чтобы работали в системе Духовного управления мусульман, помимо религиозного, скажем, диплома о религиозных знаниях, необходимо еще и светское образование. Институт будет предоставлять как раз-таки светское образование и еще, конечно, это углубленные религиозные знания. Профилактические мероприятия, совместная работа с правоохранительными структурами, государственными органами и местными органами власти. В целях предупреждения угроз пропаганды радикальных и экстремистских идей в обществе Госкомиссия в сотрудничестве с 10-м управлением Министерства внутренних дел осуществляет профилактические мероприятия, которые проходят в форме разъяснительных бесед в средних и высших учебных заведениях. Такие мероприятия также проходят с участием представителей духовенства, в основном Духовного управления мусульман Кыргызстана. Встречи строятся в форме диалога, что позволяет и ученикам, и их родителям задавать конкретные вопросы представителям Госкомиссии и духовенству. Оперативно-профилактические мероприятия, которые проводятся в школах и университетах, уже дают результаты. Так как уезжающих сегодня мало, нужно правильно разъяснять религию, правильную религию довести до человека. За 2015-16 годы Госкомиссии по делам религии совместно с правоохранительными органами и органами местного самоуправления было проведено 260 профилактических мероприятий об основах противодействия насильственному экстремизму и терроризму. Взаимодействие со СМИ Тема предоставления информации о традиционных религиозных ценностях с помощью СМИ эффективный инструмент профилактики религиозной безграмотности. В сотрудничестве с Министерством культуры и информации и туризма Кыргызской республики разработан пошаговый медиаплан по продвижению в СМИ и социальных медиаресурсах конструктивных дискуссий, направленных на противодействие распространению идей религиозного экстремизма, развития межконфессиональной толерантности, повышения уровня религиозного образования и пропаганде ценностей традиционного ислама. На еженедельной основе освещаются вопросы по религиозной тематике в рамках проводимой государственной политики в телепередаче «Коом Джанадин» на общественном канале и радиопрограмме «Ислам Мадониаты» на Беринчи радио. Сейчас мы совместно решили обратиться международным донорским организациям и хотим запустить уже передачу телевизионную протяженностью на целый год и хотим еще также обратиться совместно к международным донорским организациям о производстве социальных видеороликов с целью контрпропаганды религиозным экстремизмом. Одновременно с этим проведены пять тренингов для представителей СМИ Кыргызстана по вопросам основ религии, особенностей традиционного ислама, понятия религиозного радикализма и экстремизма. Мы пытались журналистам доводить вообще вот такую мысль, что недопустимо складывать два термина, там слово, например, «Ислам» и «Радикализм», потому что неподготовленные журналисты очень часто вольно оперируют такими терминами. И здесь вот нам предстоит большая работа по продолжению обучения журналистов. Исследовательская работа Центра исследования религиозной ситуации Центр исследования религиозной ситуации при Государственной комиссии был основан 3 ноября 2015 года с целью проведения исследовательской, образовательной и мониторинговой работы в области религии, результаты которой будут направлены на выработку рекомендаций и предложений государственным органам и органам местного самоуправления для своевременного предупреждения и профилактики конфликтов, имеющих религиозную основу. Центр исследования активно сотрудничает с международными и религиозными организациями, привлекает представителей экспертного и гражданского сообщества для изучения, стабилизации и гармонизации религиозной ситуации в Кыргызстане. Мы сегодня говорим, проблемы, значит, они касаются не только Кыргызстана, они касаются всей Центральной Азии. Весь этим в наших соседних республиках, в частности в Казахстане, значит, в Республике Казахстан уже открытый существует научно-исследовательский центр по изучению религии, значит, там открыт реабилитационный центр. В дальнейшем, конечно, мы с такими центрами будем активно сотрудничать, обмениваться опытами. Также в сотрудничестве с ПРООН в рамках проекта «Мир и миростроительство» на национальном уровне было проведено исследование текущей религиозной ситуации в Республике. Основными вопросами исследования были уровень религиозности населения, уровень политизации религии, а также вопросы радикализации религии в стране. Это первое исследование, которое как бы является опробным исследованием. И в ходе исследования выявлено, что многие вопросы требуют более детального изучения, специальных каких-то исследований. И мы думаем, что в дальнейшем сотрудничество с ПРООН не прекратится. Думаю, что вклад в Госкомиссии по делам религии действительно велик. На первый взгляд, он как бы незаметен, так как религия относится больше к внутреннему миру человека. Несмотря на то, что в Кыргызстане проживает более 80 этносов и существует более 3000 разных религиозных конфессий, комиссия отлично справляется со своей работой. Комиссия по делам религии относится ко всем религиозным организациям одинаково. Одно из достижений Госкомиссии это то, что в Кыргызстане, боже, сохрани, не происходит серьезных конфликтов на религиозной почве, ведь все возникающие проблемы решаются своевременно. 20 лет для организации это такой возраст, ну, еще очень молодой. Хотя за эти годы Госкомиссия пережила разные этапы. Ну, надеюсь, что вот эта молодость, она будет продолжаться долго, и эта молодость обусловит динамичный характер работы. И желаю всем сотрудникам Госкомиссии больших успехов в их нелегком труде. И будем надеяться, что наша общая работа по регулированию ситуации в религиозной сфере принесет плоды, прежде всего, народу Кыргызстана в виде спокойства и благополучия и уверенного развития демократического Кыргызстана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok